всем привет друзья с вами я макс и это канал шестеренка сейчас небольшая распаковка потому что распаковывать особо нечего поехали вот такая замечательная коробочка внутри внутри идет сам планшет дальше по-быстрому совсем по-быстрому идет вот такая коробочка с инструкцией и на и малюсенькая коробочка с адаптером то есть по сути вот это вот все то есть это обычный type-c и usb шины и адаптер посмотрим выглядит довольно примитивно похож на какой-то совсем китайский 5 вольт 3 ампера так что вам надеются розетка наша отечественная так здесь здесь идет такая вот красивая штучка с надписью чуи это так понимаю карта гарантии инструкция на английском и даже на русском смотрите внешний рабочий стол отлично даже русский язык есть еще какие-то бумажки в общем по сути это весь комплект представляю вашему вниманию планшетный компьютер чуи хай 10 про с двумя операционными системами windows 10 и android 5 1 давайте быстро пробежимся по его параметрам размер экрана данного компьютера составляет 10 дюймов с разрешением 1920 на 1200 точек соотношение сторон 16 на 10 с яркостью 350 нитс оснащен процессором intel atom x5 cherry trail z8350 за видео отвечает intel hd graphics восьмого поколения оперативная память составляет 4 гигабайта внутренний накопитель составляет 64 гигабайта к сожалению для двух операционных систем этого недостаточно так как остается свободных всего 12 гигабайт смотрите сами это не так удобно как кажется он поддерживает карты памяти до 32 гигабайт в режиме android и до 128 гигабайт в режиме windows 10 размеры данного планшета составляет 8 с половиной миллиметров толщиной 167 и 3 высотой и 261 и 8 в ширину вес устройства 562 грамма давайте рассмотрим его внешность на передней панели есть кнопка windows с левой стороны у нас находится разъем 3 с половиной миллиметра для наушников micro hdmi микрофон micro usb и слот для карт micro sd с правой стороны находится одна колонка такая же как и слева а сверху находится кнопка выключения и качельки громкости по поводу вайфая к сожалению стоит только модуль на 2 и 4 гигагерц и 5 гигагерц он не поддерживает bluetooth 40 передняя камера 2 мегапикселя задняя камера тоже 2 мегапикселя качество очень посредственная но для skype вполне достаточно емкость батареи 6500 миллиампер что хватает приблизительно на 68 часов работы планшета полностью батарея заряжается за 3-4 часа от данного адаптера я его уже включал сейчас я поставлю кое-какие приложения и мы с вами поподробнее рассмотрим что куда и как и на что он вообще способен на самом деле очень легкий очень и очень удобный вот внешний вид его просто вот на самом деле ну не знаю на четыре с половиной балла из пяти наверно потому что ну единственное что очень широкие рамки все наверно больше никаких минусов в нем точно не наблюдается начнем наверное с андроида я сейчас подключил bluetooth мышку чтобы не мешала рука давайте для начала посмотрим так это что antutu что у нас показал antutu antutu показал нас пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят пять баллов что в принципе сейчас уже не очень но вполне вполне себе ничего вот такой вот экран вы видите в начале загрузки когда вы включаете вы можете выиграть либо windows либо android по умолчанию стоит тот вариант который вы уже использовали перед этим то есть если вы пользовались windows когда вы его включите соответственно через 9 секунд включится автоматически windows если вы использовали android то android а что могу сказать по звуку звук реально не очень мягко говоря то есть он вроде как и не зашкаливает но и колоночки стерео и слева и справа у нас находится по колонке но как-то все это дело звучит ужасно не так громко и на самом деле как-то не очень так что у нас еще по камере ну пока мере я думаю тут тоже особо смотреть нечего выглядит это вот таким вот образом ну что вы хотите от двух мегапикселей так сейчас если сюда нажать и сделать вот так вот то вы увидите меня по поводу игр ну давайте вот запустим асфальт я подключил мышку чтоб сразу было удобно но на самом деле я вот сейчас попробовал на андроиде на андроиде практически большинство игр идет без всяких проблем но как вы видите вот сейчас смотрите вот вот это максимальный звук я не слышите вы или нет но это ужасно но тут в принципе очень единственное что когда играешь закрываешь обе колонки с этой стороны не с этой придется вам озвучивать самим так теперь допустим вам понадобилось ну что еще тут можно посмотреть в принципе тут больше ничего особенного мы не увидим потому что ну по сути до обычный планшет без всяких суперспособностей android версии 5.1 ну для обычного пользования больше ничего особо и не надо даже игрушки тянет так чтобы перейти в windows опускаем делаем свайп сверху ну давай мышкой что там как-то делается вот видите switch to windows нажимаем на эту кнопочку нажимаем ok и сейчас по идее у нас загрузится рабочий стул windows винда грузится достаточно долго но самое что интересно он не особо греется то есть вполне комфортно его держать в руках человек который заказал данный планшет в принципе он ему нужен в основном вот в поездках skype интернет какие-то там word нормальные windows я не знаю explorer полазить и так мы находимся на рабочем столе windows 10 что тут можно посмотреть можно посмотреть свойства этого компьютера и так видите windows 10 домашняя версия intel atom x5 z 8 3 5 0 1 4 гигагерца 4 гигабайта оперативки 64 разрядный windows что у нас тут находится тут у нас графические характеристики то есть это интеловская встроенная интегрированная карточка ждать от нее тоже много не нужно я попытался я попытался поставить кое-какие игры но честно вам скажу у меня все с настолько тормозило что показывать это было ну не знаю я не видел смысла то есть да здесь все как ну у кого есть интегрированная интеловская карточка в ноутбуке тот в принципе я думаю разберется здесь без проблем ну да он как-то немного но не знаю я не могу сказать чтобы он вот прям работал идеально но друзья если как бы судить по тому что этот планшет наверно один из самых дешевых которые можно только себе представить имеет windows 10 домашнюю версию русскую с коробки без всяких проблем которые вы включили ввели свой свое имя подключились к интернету все то есть здесь полноценные вот я поставил google chrome то есть если вы вставляете там допустим карту памяти у вас просто появляется другой диск сейчас вот допустим да у вас есть windows диск здесь свободно сейчас 12 гигов так тут у нас тут у нас идет из дешка я попытался поставить джинс 3 игру у меня не получилось вернее она поставилась но она запустилась но она так долго запускала что я уже решил ее не мучить и просто выключить остальные какие-то игры я не знаю поставить и попробовать было невозможно ну потому что жесткий 11 блин даже скачать игру меньше 10 гигов не удалось так что в принципе тут особо ничего так чтобы напечатать текст либо используете клавиатуру либо используете вот эту штуку тоже все очень достаточно удобно но на андроиде конечно это проще вот честно вам скажу на андроиде это гораздо проще но что то что вы не можете сделать вот именно на андроиде вполне возможно загрузить вот десятку и и радоваться жизни так сказать вроде ничего не тормозит так вот основательно но может я просто после своего компьютера как-то не могу к такому привыкнуть звук вот такое ощущение шум как из да да именно из того места как бы подумал качество он пытается погрузить в hd но такое ощущение что оно не в hd для обычной работы в интернете нормально чтобы вернуться обратно например на андроид можно нажать вот на эту штучку помощник по обновлению windows у нас есть да кстати при первом включении она очень и очень долго обновлялась наверное около часа лежал он обновлял windows какие-то дополнения скачивал потом активировался смысла было показывать это смысла не было показывать поэтому в принципе все вот он загрузился место у вас мало есть но мало для планшета за 8 или 9000 сколько стоит я считаю что это идеально да я вам советую наверное взять оригинальную клавиатуру которая отключается вот сюда вот снизу то есть чтобы у вас не было проблем с водом потому что ну неудобно вот сейчас цены на данный момент на этот от 10 до 12 тысяч 12 тысяч это уже с клавиатурой можно купить клавиатуру отдельно можно купить вот такой чехол он стоит по моему полторы тысячи если не ошибаюсь но в районе полутора тысяч это чехол с клавиатурой он кстати тоже работает от данного планшета то есть его не надо подзаряжать или еще что-то он подключается также как и оригинальные на магнитиках и у вас будет выглядеть вот смотрите реально ноутбук то есть да допустим если он десятку стоит это сейчас просто накануне 11 11 цены взлетают мы покупали по моему за 9 200 что такое видите можно купить вот с таким вот вариантом а можно купить с обычным вариантом которая сверху я так понимаю на алюминиевая снизу она пластиковая то есть да сделайте гравировку за 600 рублей в москве у вас будет ну практически ноутбук единственное что да в ней нету ни батареи ничего то есть по сути в ней только два нормальных usb входа а вот видите вам даже дарят русские наклеечки потому что принципе она без подсветки ну и гравировку по желанию так что всем спасибо с вами как всегда я макс если есть какие-то вопросы обязательно ставьте лайки оставляйте комментарии не забывайте пользоваться кэшбэком все всем удачи всем пока